Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. Мы все знаем, уже не один раз сказано, что много десятилетий назад консервативное лечение стало основой в лечении поскоклеточного рака анального канала. Однако многие врачи, как Москвы, так и регионов, недооценивая парк оборудования лучевой терапии и те возможные технологии, которые они могут применять уже у себя в отделении, ориентируясь на данные рандомизированных исследований, которые были выполнены несколько десятилетий назад, считаю, что стандарт — это комбинированное лечение на основе какой-то очень большой дозы лучевой терапии. Поэтому мне, как лучевому терапевту, очень приятно, что сегодня в рамках мастер-класса можно разобрать один-два клинических случая. Я подготовила неказуистические примеры, редко встречающиеся, а наоборот два стандартных примера, которые входят в нашу ежедневную практику, и мы должны определить дозу лучевой терапии. И я бы хотела сконцентрироваться в рамках комплексного лечения именно на технологии подхода к лучевой терапии. Итак, первый больной. Молодой мужчина, 45 лет, обратился к нам с жалобами на затрудненную дефекацию, боли, выделение крови и слизи с заднего прохода. При осмотре у него кожные покровы чистые, из сопутствующей патологии, ну, можно отметить, алкоголизм с 30 лет. И перенесенных заболеваний со стороны ВИЧ-инфекции нет, отсутствует, детей нет. При осмотре периональная область не изменена, исследование крайне болезненно, и по правой полуокружности сразу за сфинктером определялась экзофитная бугристая опухоль. При пальпации у него наблюдалось увеличение паховых лимфозов с обеих сторон. Итак, первый вопрос. Какое же обследование мы должны проводить данному пациенту? Я бы хотела это прокомментировать в следующих своих слайдах. Итак, по данным исследования, в 56% случаев рецидивы наблюдаются в месте первичной опухоли, в 22% только в лимфатических узлах. И в 22% и там, и там, в месте первичной опухоли и в лимфатических узлах. И какое же необходимо обследование? Ну, конечно же, прежде всего мы ориентируемся на данные биопсии, то есть основной метод постановки диагноза при раке анального канала должно быть гистологическое заключение. В дальнейшем при наличии подозрения на поражение паховых лимфоузлов, конечно же, желательно необходимо выполнение пункционной биопсии. Дальнейшие перечисленные все на слайде исследования и то, что уже вошло в золотой стандарт – МРТ органов малого таза. Поэтому наш ответ на данный вопрос, что все пункты мы должны обязательно, обязательно должны быть соблюдены, все пункты исследований. Двигаемся далее. По гистологическому заключению мы получили разрастание низкодифференцированного соленого рака с морфологическими признаками плоскоклеточной дифференцировки. По заключению цитологического пахового лимфоузла справа, который был наиболее увеличен пальпаторно-единичной клетке с признаками атипии. Далее по обследованию бескостных и висцеральных метастазов. Что по данным МРТ? Разрастание на ткани промежности справа в виде полуку циркуриального утолщения анального канала. Протяженность 4,5 см. Далее вдоль внутренних и наружных подвздошных сосудов справа наблюдаются единичные лимфатические узлы без четких контуров. Также в запирательной области справа узел. Исключить в нем вторичную природу затруднительно. И в паховой области справа по МРТ нам описывают лимфоузел, в котором тоже исключить вторичную природу изменений затруднительно. Какую стадию мы выставляем? Посмотрим. Ой, нет. Что-то переключилось сейчас. Значит, мы выставили Т2Н3, третью Б стадию. По данным седьмой классификации ТНМ. Какое лечение мы должны предпринять в данном случае? Неодевантная химиотерапия, лучевая терапия в монорежиме или химиолучевая терапия? Я прокомментирую кратко. Не буду останавливаться на этом слайде. Это эволюция лучевой терапии в технологических подходах, которые в онкологическом центре мы прошли все, начиная от 2D лучевой терапии и заканчивая самыми современными технологиями с использованием визуализации МРТ и ПЭТ-КТ. Что диктует нам предыдущее рандомизированное исследование? По данным РТОК-9811 и АК-2, это те исследования последние, которые позволили на основе 3D-комфортной лучевой терапии эскалировать дозу участия пациентов, дозу лучевой терапии свыше 50 грей и ограничить количество перерывов в лучевой терапии. По данным НССН, плоскоклеточный рак анального канала, во-первых, это высокорадиочувствительная опухоль, и лучевая терапия является первой линией комбинированного лечения. И я прошу, я позволю себе немного не согласиться с профессором Рыбаковым, потому что, на мой взгляд, в НССН произошел довольно-таки большой прорыв, так как в НССН написано уже технологии АМРТ, однако оговорка, что, конечно же, они требуют тщательного планирования и должны проводиться именно в рамках протоколов. И в данном случае при планировании технологических подходов с использованием данных технологий должна быть собрана мультидисциплинарная команда, не только врач-радиотерапевт-радиолог, но и, конечно же, представители отделения топометрии и клинической дозиметрии, так как очень грамотно должно быть произведено и оконтуривание, и планирование лучевой терапии. Мало того, в НССН уже есть описание, что мы можем также руководствоваться протоколом РТОК-0529, в котором, помимо усовершенствованных технологий, описан еще и симультантно интегрированный буст. Но я не буду долго останавливаться на химиотерапии. В тех же исследованиях АК-2 и РТОК-9811 прописан стандарт химиотерапии 5-фтруоцил, метамецин С. Индукционная и консолидирующая химиотерапия не показала ожидаемых от нее преимуществ. В стандартах НССН настоящих тоже прописаны метамецин С и 5-фтруоцил. Однако появились уже исследования, в которых прописан положительный эффект влияния поклитоксела как в монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами, так и применение при других формах плоскоклеточного рака, головы шеи, пищевода и так далее. И нашим отделением коллапрактологии нашего центра был инициирован протокол на основе применения трехкомпонентной химиотерапии, в которую входит поклитоксел. И все это должно быть в комбинации с лучевой терапией на основе самых современных технологий в режиме АМРТ. Данный протокол сейчас у нас утвержден, и мы применяем лечение именно с учетом этого протокола. Итак, планируемое химио-лучевое лечение. Мы планировали 44 ГРЭЯ на зону регионарного метастазирования, на чуть более увеличенная доза на зону пораженных лимфоузлов и еще более высокая доза на первичную опухоль. С учетом данных НССН, с учетом европейских рекомендаций. И все это в комбинации с химиотерапией, препаратами капицитабин, мецимецин С однократно и поклитоксел. Отдельно хочется сказать, что исследования как аденокарциномы прямой кишки, так и плоскоклеточного анального канала диктуют нам, и мы с этим абсолютно согласны, что при планировании лечения КТ-изображений недостаточно, так как нам необходимо определять четкую протяженность опухоли, давать оценку групп лимфатических узлов и связь опухоли с мышечным аппаратом. И особенно это важно для местно распространенных опухолей, а пациенты именно со стадии Т3, 3А, 3Б стадии – это основной контингент, к сожалению, наших больных. Данному пациенту мы провели магниторезонансную томографию и топометрическую подготовку. И данные опухоли и пораженных лимфоузлов мы после сопоставления МРТ с КТ мы также спроецировали на компьютерной томографии. Ориентировались мы при планировании, при оконтуривании на данные Атласа Мерсена, который предлагает брать несколько зон облучения, весь мазоректум, наружный, подвздошный регион и паховый регион. И у меня вопрос. Всегда ли включать в объем облучения, даже не касательно данного пациента, а вообще, всегда ли нам при плоскоклячном раке необходимо включать в объем облучения паховые лимфатические узлы? Голосуем. Ну, наш ответ совпал с вашим. Да, всегда. Я бы хотела пояснить кратко данными исследований. Итак, метастазы в паховых лимфоузлах клинически определяются где-то у 20% пациентов. Однако на момент постановки диагноза они уже присутствуют тоже практически у такого же количества пациентов. И по данным исследований, общая выживаемость и безрецидивная выживаемость значительно выше была у тех пациентов, у которых были, во-первых, непрожженные лимфоузлы, и у тех пациентов, у которых было профилактическое облучение лимфатических узлов, даже в том случае, если они не были поражены. Есть еще один атлас австралийский, на который мы ориентируемся. Мы обязательно берем в процесс облучения в зону CTV мезоректум, пресакральную область, седалищно-прямокишечную ямку, внутренние подвздошные лимфоузлы, наружные, обязательно паховые и, конечно же, обтураторные. Но это представлено схематично, послойно в данном случае сложно в презентации. Также этот атлас нам предлагает делать отступ на зону CTV от пораженной опухоли и также отступ 2 см при пораженных лимфатических узлах. Именно этими данными мы и руководствовались, и провели оконтуривание как первичной опухоли, так и регионарного лимфоколлектора и отдельно пораженных зон пахового лимфоузла справа и обтураторного справа, руководствуясь отступами, прописанными в рекомендациях европейских и американских. Какие же технологии Вы рекомендуете применять у данного конкретного пациента? Комфортная лучевая терапия в режиме АМРТ, ВИМАТ. Возможно, все три технологии. Все-таки у нас есть пораженные лимфоузлы, первичная опухоль. Голосуем. Мы тоже приняли все три технологии. Сейчас объясним. Итак, касательно облучения зоны регионарного метастазирования. Мы выбрали технологию Рэпидарк. По два Грея, до 44. Очень удобно с применением двух арок по и против часовой стрелки получить всего лишь чуть более 500 количества мониторных единиц. Это помогает нам значительно сократить время каждого сеанса облучения. Во-первых, это нахождение пациента на аппарате, ну и это сама работа аппарата, износ аппарата. Итак, регионарные лимфоузлы облучались системой технологии Рэпидарк. Пораженные лимфоузлы, паховая область и аппаратурный лимфоузел справа. Мы выбрали технологию АМРТ. Почему? Почему мы не выбрали Рэпидарк? Потому что, с одной стороны, АМРТ применяет очень много полей, которые разделены на сегменты, интенсивность которых модулируется. И за это время огромное количество мониторных единиц, что значительно увеличивает время каждого сеанса облучения пациента на аппарате. А буст был последовательный. То есть мы закончили облучение регионарной зоны и далее облучали пораженные зоны. Но, если посмотреть, оба лимфоузла находятся на одной стороне справа. И именно технология АМРТ позволила нам левую сторону оставить в минимальной дозе. То есть, если бы было Рэпидарк, то и противоположная сторона получила бы большую дозовую нагрузку. И на критические структуры это совсем не нужно. Поэтому мы выбрали АМРТ, которая позволила избежать большой дозовой нагрузки на противоположной здоровой стороне. Ну а на первичный объем опухоли по гомогенному распределению, по распределению на периональную область, куда тоже распространялась опухоль, и по минимальному количеству мониторных единиц мы выбрали 3D-комфортную лучевую терапию. И она ответила нам оптимальным выбором. Ну и ответ, соответственно, все три технологии. Правильно. Следующий вопрос. Какие критические органы необходимо оконтурить у данного пациента? Реголосуем. Да, конечно же, мы тоже оконтурили все критические структуры, потому что эти структуры являются критическими в отношении данной локализации. При планировании из-за дозного распределения программы лечения мы используем концепцию объемов дозных спецификаций, ограничений на критические структуры, данные КВАНТЕК и данные протокола РТОК-0529. Я не буду отдельно останавливаться на из-за дозного распределения на критические структуры, потому что в легенде сноски все это прописано, они соответствуют нормам. Это таблица показателей крови у данного пациента. Естественно, мы оцениваем токсичность, и как минимум каждую неделю мы анализируем показатели крови, если нет критичных отклонений. На суммарной дозе 46 ГРЭЙ после четвертого введения паклитоксила отмечена кожная токсичность, однако в первой степени в периональной и в паховых областях. По анализу крови, в принципе, красным совсем немного выделено, в принципе, все находится в норме. Поэтому курс лучевой терапии нам удалось провести данными технологиями и суммарными дозами в комбинации с намеченной химиотерапией без перерыва. Суммарная доза на первичную опухоль составила 54 ГРЭЙ. Касательно данного пациента я хочу сказать, что хоть и лечение было достаточно давно, но пациент к нам не приезжает из-за своих семейных проблем. Однако мы с ним находимся в постоянном контакте, и он созванивается с нами по телефону и докладывает нам, какое исследование проводит. Поэтому, в принципе, магниторезонансную томографию ему проводили. Естественно, регулярно ультразвуковое исследование, но не у нас в центре. Следующая больная, совсем кратко. Молодая женщина, 47 лет, оплатилась с жалобами на затрудненную идентификацию, выделение крови, слизи и заднего прохода. При осмотре общее состояние удовлетворительное. В анамнезе 4 аборта. По данным исследований бескостных и висцеральных метастазов, по данным обследования в анальном канале с распространением на нижний ампулярный отдел опухоль по правой полуокружности 4 см в диаметре. Мы провели магниторезонансную томографию, на которой описано полуциркулярное утолщение анального канала с распространением на нижний ампулярный и по МРТ опухоль 3,5 см. Также находятся единичные лимфоузомезоректальные клетчатки, однако без достоверных признаков злокачественности. Мы выставили клинические диагности 2Н0. Гистологическое заключение умеренно дифференцированно неоргивающий плоскоклеточный рак. Кожные покровы у нее чистые, ровные, отеков нет. По анализам все в норме. И далее. Мы планировали курс лучевой терапии на зону регионального метастазирования и локально на опухоль. Также в комбинации трехкомпонентной химиотерапии. И мой следующий вопрос. Вот пациентке проведена топометрическая подготовка, компьютерная томография, по данным которой мы должны, и по данным МРТ, мы должны проводить процесс оконтуривания и затем планирования. Можем ли мы начинать процесс оконтуривания для проведения лучевой терапии? Голосуем. Как интересно. Ну, честно говоря, мы переделывали разметку, топометрическую подготовку. Почему? Потому что, в принципе, при облучении ракопредстательной железы органов рака прямой кишки как аденокарциномы, так и плоскоклеточного рака, мы должны по всем рекомендациям и по нашему многолетнему опыту и нашим рекомендациям, проводить наполнение мочевого пузыря перед топометрической подготовкой и перед каждым сеансом лечения для того, чтобы обеспечить максимально качественное распределение, дозное распределение с учетом того, что мы применяем уже усовершенствованной технологии и должны соблюдать грамотный подход. Значит, мы сопоставили, мы переделали разметку с наполненным мочевым пузырем и именно на уже новых снимках мы провели процесс оконтуривания. Я не буду долго останавливаться, я уже об этом говорила. Fusion, KT, MRT, данные MRT мы переносим на КТ и проводим планирование по разметочному КТ с отступом на лимфоузлы и на критическую структуру. Учитывая стадию заболевания, какой технологии проводит локальное облучение? Интегрированный буст, то есть поле в поле, последовательный буст, брахиотерапевтический буст. Голосуем. Вообще, в принципе, какие технологии могут использоваться при данной стадии? Да, по различным источникам все три технологии могут быть применены. Однако, я не буду отдельно останавливаться на NCCN, я уже сказала, что и интегрированный буст в протоколе RTOC-0529 прописан и внесен в рекомендации NCCN последние. И вот, как это описывается в протоколе. За GTVA мы принимаем первичную опухоль, на которую подводим локальный, с учетом интегрированного буста, дозу. Отдельно, одновременно, мы облучаем другой, меньшей разовой дозой и, соответственно, меньшей суммарной регионарной лимфоузлы. И отдельно, одновременно, при, если таковой имеется, поражении пахового лимфоузла, мы можем подводить дозу также с применением интегрированного буста с какой-то разовой и необходимой, в зависимости от поражения, суммарной дозой облучение локального пораженного лимфоузла. Параллельно с нами проводятся исследования протоколов АК-3 и АК-4, в которых также проводятся ВАК-3 при ранних формах плоскоклеточного рака анального канала, ВАК-4 при распространенных формах плоскоклеточного рака анального канала, применяют облучение зоны регионарного метастазирования и одновременно зоны поражения с применением интегрированного буста. Предварительные результаты второй фазы, АК-3 будет доложен в 2016 году, и третья фаза должна быть опубликована в 2017 году. Итак, учитывая стадию, в принципе, можно проводить лечение всеми тремя технологиями, однако мы сопоставили у данной пациентки все три технологии. Не буду останавливаться подробно на АМРТ, на ВИМАТ с применением АРОК и на комфортной лучевой терапии, но если комфортная лучевая терапия занимает, с учетом небольшого количества мониторных единиц, малое количество времени каждого сеанса облучения, то все равно такого гомогенного распределения, как при усовершенствованных технологиях, мы не видим. Большая нагрузка попадает на критические структуры, поэтому, конечно же, в данном случае мы выбираем технологию ВИМАТ. Короче, время каждого сеанса облучения и более гомогенное распределение именно в ту зону, которую нам необходимо облучать. По токсичности на критические структуры опять же показала себя с лучшей стороны АМРТ и ВИМАТ, то есть усовершенствованные технологии комфортной лучевой терапии. И, собственно говоря, мы провели пациентке разовой дозой 1,8 Грей, доз суммарной 46,8 Грей облучение зоны регионального метастазирования и на первичную опухоль нам удалось подвести дозу 54,6 Грей за 26 фракций без перерыва в лечении в комбинации с трехкомпонентной химиотерапией. Однако токсичность была очень выражена. И, к сожалению, на дозе 28 Грей отмечена гематологическая токсичность третьей степени, затем появилась кожная токсичность второй степени, чуть позже на коже ягодичной области и передней поверхности бедра два небольших образования с гиперемией вокруг. Мы консультировались с дерматологом. Пациентке был поставлен диагноз токсикодермия-пиодермия, назначена соответствующая терапия, которую пациентка начала принимать в процессе лечения. И с учетом дальнейшего появления диареи первой степени также был назначен лоперамид. И нам удалось подвести дозу до 52 Грей и даже провести пятое введение поклитоксела. В конце курса лучевой терапии кожная токсичность была второй степени, гематологическая третьей степени сохранялась. Однако данный вид токсичности был купирован через месяц после окончания химио-лучевой терапии. По данным МРТ, через 5 месяцев данные за прогрессирование отсутствуют. У пациентки наблюдается фиброз, который может наблюдаться в принципе еще в течение длительного времени. Самочувствие удовлетворительное, активных жалоб она не предъявляет. Спасибо за внимание.